Здравствуйте! С вами снова я и Финляндия. Воскресенье 20 минут 11. Гулять еще не ходила. Сейчас в 11. Только пришла я. Я была у Нины с утра. Нина всем утра поставила тесто, несмотря на то, что сегодня воскресенье. Мы вчера вечером с ней решили сделать пирожки. У Нины не очень хорошее. Настроение было вчера, да и сегодня. Ну и все это время до 25 числа. 25 числа ей с Левой, ну она, Леве, на обследование к неврологу. Вот. И вот она переживает нервничает. А когда она переживает, она в основном занимается только стрепней, как она говорит. Ну то есть какой-то выпечкой. Вот. Поэтому она, мы договорились, она утром тесто поставит. Ну, опарку поставила. Она в 7 утра. Сейчас же у нас очень жарко. Она на улицу, на балкон ее вынесла. У них балкон с той стороны. У меня сейчас прохладно, потому что все открыто. А у них с той стороны солнце сейчас у нее. Вот она опарку поставила на 200 грамм воды. Вот. И быстренько она там в течение 20 минут поднялась, она быстренько там это тесто замесила. Что это у меня тут разделяется? Волос. Не люблю так. Какое-то непонятное. Пускай будет лучше так вот. Волосы такие у меня пушистые. Вот. И потом тесто замесила. И когда тесто подошло, первый раз она мне позвонила, говорит, приходи. Я уже это самое сделала. Тесто первый раз подошло. Ну, обычно мы ждем второй раз. Вот. А я дома сделала уже картошку. Отваривала. И не успела еще пережарить и лук зеленый. Она говорит, неси, все у меня сделаем, потому что сейчас второй раз подойдет быстренько. И будем заниматься пирожками. Вот. Ну, мы быстренько этот лучок пережарили на маслечке и наделали пирожку. Сейчас вам показываю. Вот. Смотрите. Вот. Здесь шесть пирожков больших. Три из них с картошкой, три из них с мясом. Видите? Вот эти вот три с картошкой. Вот эти вот три с мясом. Вот. Ну, и потом, как всегда, не угадали. Почему-то осталось тесто. И вот Нина их называет шанюшки. Мы, в Украине мы их называем пончики. Обычное такое тесто, только пожаренное на сковородке и присыпанное немножко. Пудры сахарной не было. Присыпали сахарком. Ой. Взялась теперь жирненькие пальцы. Вот. Ну, и вот это вот мы с Ниной сделали. Много не получилось. Такой разносик один. Короче, получилось у нас полтора противня. Вот. С картошкой. Нет. Один противень с картошкой и пол противня с мясом. Потому что фарша было мало. Вчера Нина делала цепелины. Я же рассказывала вам. Ходила цепелины к ней на обед кушала. Вот. И вот от цепелин осталось... Коробочка фарша была 400-граммовая. Ну, скажем, 200 грамм пошло на цепелин. И, значит, 200 грамм осталось на сегодняшние пирожки. Можно было бы сделать как? Можно было бы все смешать. Всю картошку смешать с этим маленьким количеством фарша. Лучок обжаренный. И все это вместе. Ну, что-то мы решили сделать так. Ну, так-так-так. Какая разница? Ну, вот. Ну, вот. И мы по два пирожка съели там у Нины. Вот. Значит, один я съела с картошкой. Я люблю больше с картошкой, чем с мясом. И один с мясом съела. Лёва съел три пирожка. Нина тоже два пирожка. И решили сейчас вот немножко... Нина говорит, спина развалилась. А сейчас, говорит, ляжу, спину вытяну. Вот немножко. И потом пойдем на прогулку. Погода хорошая. Сегодня 27 градусов обещали. Так что на обед я ничего готовить не буду. Я думала, может быть, себе картошки пожарить на обед. Потому что я давно-давно не жарила картошки. И открыть... Еще есть у меня баночка селедки. Открыть баночку селедки. Потом думаю, ну, зачем? У меня борщ есть. Я варила. Я покушаю борщ. И вот пирожки. И хватит на обед обжираться. Вот. Вот такие дела. Вот такое вам решила видео маленькое снять, показать. Когда у меня просили рассказать, как я делаю пирожки. Я вот... Раньше я тоже, когда делала пирожки... Хотя, когда я делаю духовые пирожки, я немножко по-другому делаю. Нина даже духовые пирожки, в них ничего не ложит, кроме воды, дрожжей, соли и сахара. Я так нет. Я когда делаю даже с картошкой пирожки, с мясом я редко. Я как-то не очень люблю. Я люблю с картошкой духовые и люблю с капусточкой духовые. Так вот, когда я делаю такие духовые, я все равно их стараюсь делать на молоке или на сыроводке, как вот раньше у нас в Украине, я всегда специально, когда мне надо делать какую-то выпечку было, я ходила на рынок, покупала полтора литровую, вот эту пластмассовую бутылку сыроводки. Ну, конечно, я на всю полтора литра не заводила, это много, но на пол-литра всегда заводила. Остальную ставила в холодильник, могла через 2-3 дня снова что-то сделать, какую-то выпечку, потому что выпечка уходила на раз-два-три. И семья была не маленькая, поэтому надо было и маманечки с папанечкой отнести, и со мной же моя тетечка жила, и сын, и дочка, и друзья приходили чаю попить. Но я в основном так, если я делала духовые, я делала или с повидлом, вот с абрикосовым джемом, или со сливовым джемом, или же с творогом, творог с изюмом, вот. Вот, потому что если мне хотелось с капустой или с картошкой, я их жарила на сковородке. Но сейчас я стараюсь поменьше жареного, поэтому вот так вот. Так вот я вот, если бы я делала пирожки, я бы положила бы, сделала бы их на волоке. Ну, естественно, немножко она туда положила масло растительного, вот. Ну, я бы добавила и немножко масла, и немножко маргарина, вот. Ну, чтобы немножечко сдобнее было тесто, вот. Ну, все равно пирожки получились очень вкусные, хорошо, быстро, весело. Мы так все это быстренько сделали, покушали. Это у меня как бы второй завтрак был, два пирожка. Я еще покупала семь бутылок газировки. У нее хоть и сахарный диабет, но она любит эту газировку. Вот полтора литровые у нас на семь бутылок было на 10 евро. Она вот ездила, покупала эти газировку, так вот открыла бутылку. Вчера мы допили, там была у нее открытая, мы допили апельсиновую. Сегодня она открыла опять, вот. Вот. Лева тоже такое пьет, ему все равно. Он единственное старается без глютена кушать, но пирожки на обычной пшеничной белой муке. И кушал, и даже не спросил, с глютеном она или без глютена. Потому что ему никто не прописывал кушать пищу без глютена. Нет у него аллергии на глютен. Это у него свои такие заморочки. Притом давние заморочки. Уже, наверное, года 3-4 начал он заморачиваться на эту тему. Наверное, года 4 даже больше. Вот. Все он эту муку без глютеновую покупал. Всякие такие булочки без глютеновые, которые вот такие вот, вот такие, например, если пончики, если они с без глютеновой муки, то такие два пончика будут 2 евро стоить. А что там мужику 2 пончика? Он их на раз проглотил, и их больше нету. Ну, вот такие дела. А да, хотела вам еще рассказать. Вот как бы вы отнеслись? Не то, что как бы вы отнеслись. Я просто смотрю одну девочку. Она с Дахистана живет в Испании. Давно живет в Испании. Замужем за испанцем. Хорошо живет. У нее свой дом. Ну, все хорошо у нее. Вот. И вот вчера был стрим. Я на стрим не успела. А сегодня утречком посмотрела, она выставила. Вот. Она получила посылку. Я не помню. То ли с Бельгии, она сказала, то ли с Голландии. Ну, не важно. Посылку. Там конфетки были, чай был. Какие-то для девочки какие-то там. То ли вырезалки, то ли раскраски. Что-то такое. Вот. Так вот, и она так радовалась. Эту посылочку открывала. Так радовалась. Прямо аж прослезилась. И я вот думаю, а как бы я отнеслась к этому. Ведь мне же тоже никогда никто не присылал посылок. Абсолютно никогда. И даже тогда, когда я ездила на Украину. Ну, а ездила я каждый год, как я вам рассказывала. В основном старалась ехать по осени. На свой день рождения. Чтобы всей семьей собраться. И посидеть за столом, отметить мой день рождения. Вот. То подарки мне дарили только мои близкие. Это сын с невесткой. Вот. И наточка моя. Юра. Ну, тут уже по приезду Юра. Обязательно какой-то мне подарок дарил. Вот. Ну, он тоже как. Он знаете, как он дарил. Он сам не ходил, не покупал. Он, например, скажет. Ну, на вот тебе деньги. Вот так вот, знаете. За между прочим. На. На вот тебе деньги. Пойди купи, что ты хочешь. Вот. Ну, я покупала. Да. Я никогда не говорила там, что я вот взяла их и положила там. Потом потрачу на кусок мяса или на кусок колбасы. Нет. Я шла, обязательно что-то покупала. То, что мне, например, захочется. Но это в основном такой обязательно цветок какой-то в горшке. Я люблю цветы в горшке. Я не люблю срезанных цветов. Это здесь я вот гуляла и это наломала сирене, поставила себе. А так я люблю цветы в горшке, так как у меня осенью, день рождения, люблю хризантемы желтые и герберы. Люблю желтые и оранжевые. Вот. И все мои знают, поэтому я всегда себе, вот, если вот он мне давал всегда денюжку, я пойду себе куплю или хризантемы, или герберы. Здесь у нас в скансе. Вот. Ну, и могу какую-нибудь вещь купить из одежды. Из одежды очередную какую-нибудь там, или из белья что-нибудь. Ну, такое. Ну, так как он был же, что же, на инвалидности, поэтому больших он денег мне не давал. Ну, 20 евро, может быть, 30 евро. Вот. Если круглая дата, когда была круглая дата, тогда побольше 50 евро. Вот. И то же самое я, когда у него был день рождения, я всегда ему покупала. Я сама покупала, но я покупала то, что ему необходимо. Вот. Я могла даже покупать заранее. Вот. У него день рождения был в июле. То вот в июне начинаются скидки летние, да, после Юхануса. Вот. Вчера был Юханус у нас, сегодня воскресенье. И завтра уже везде по всем магазинам начнутся скидки. Так вот, я всегда покупала подарок, приносила домой. И положу. Он никогда не лазил на моих полках. Я никогда не лазила на его полках. Я никогда не открывала его письма. Он никогда не открывал мои письма. Я имею в виду официальные письма. Так-то писем нам давным-давно уже никто не слал. Официальные письма, которые там с Келла, с социалки, с поликлиники. Вот такие вот письма. Вот там мне отчеты на работе приходили, по зарплате. Все это. Он никогда ничего этого не трогал моего. Я никогда не трогала его. Поэтому я могла покупать ему и ложить на свою полку. И он и не знал, что уже подарок был куплен. А потом день рождения дарить. Ну, это в основном, опять же, так было. Две-три футболки я, например, могу купить. Магазин у нас стадион такой спортивный. Там сейчас как-то нет, наверное, уже года два, то и три таких распродаж нет. А раньше было, например, футболка стоит 6 евро, а потом, когда начинаются распродажи, на 10 евро три футболки. Вот я ему всегда покупала такой комплект футболок разных цветов. И могла покупать джинсы или просто как бы брюки. Такой тоже недорогой подарок, но то, что всегда нужно. И носочки могла покупать, и эти боксики, боксерики. То, что необходимо. Так вот, я так и отвлеклась от темы. Так вот, я вот даже не знаю, как бы я отнеслась к тому, что я бы получила такую посылку. Наверное, точно так же, как она радовалась. Она даже прослезилась. И так это все было искренне, так это все было откровенно. Наверное, я бы тоже так же не смогла сдерживать свои эмоции. Но, к сожалению, мне никто не шлет посылок. Одна моя подписчица, вот она, зимой мы когда были, я была у Настюши зимой в Хельсинки, да. А потом она, наверное, недели через две приехала в Хельсинки. Тогда еще карантина не было. Вот. А я же в кафе снимала. И она пришла в это кафе. И как раз это Настюша работала. Ну, она ей сказала, что она подписчица моя, смотрит. Вот, это самое, поговорила с ней. Потом мне написала, что ей так было приятно с Настюшей пообщаться. Настюша ее угостила кофе. И она мне сказала, что я посылала мне, она посылала мне открытку, вот, подсмотрев мой адрес. Скорее всего, может быть, я какой-то счет показывала, закрывала адрес. Ну, факт тут, что она, если она его и подсмотрела, то она его подсмотрела неправильно. Потому что никакая открытка мне не приходила. Хотя было бы тоже приятно получить открыточку поздравления с Рождеством, или с Новым Годом, или с Днем Рождения. Ну, сейчас знаете, как все же общаются по скайпу, то по вайцапу, то по виберу. Ну, в общем, вы сами знаете, как это все теперь общение происходит. Поэтому можно так сидеть, вот, как я с вами сейчас разговариваю, как будто бы мы сидим, вы напротив меня. Хотя я сижу здесь одна в квартире. Вот. Вот я вам так вот рассказала. А от меня, конечно, всегда подарки все ждали. Когда я ехала на Украину, у меня всегда было, значит, 23 килограмма большой багаж и 7 килограмм маленький багаж. И я всегда эти чемоданы забивала подарками. Я, конечно, не могу сказать, что эти подарки были для кого-то, для посторонних людей. Нет. Это в основном возилось все для моих. Тогда еще Настюша училась в школе. Так вот, это возилось для семьи сына, для маманечки. Вот. Иногда, иногда, когда я еще, это уже давненько было, когда я еще не летала самолетами, с Наточкой своей мы ездили поездом через Питер. Тогда еще была такая возможность, был вот этот вот семерка поезд в Санкт-Петербург, Севастополь. Мы ездили ним. То, конечно, тогда можно было и больше. Но все равно, понимаете, но две руки, ведь два чемодана больше ты же не возьмешь. Ну, через плечо сумка с документами и какие-то деньги, все. То, конечно, я тогда, у меня есть племянница. Это моего двоюродного брата. Мамина младшая сестра, это ее сын старший. Вот. Они, у нее, там у меня племянница и племянник. Племянница на год младше моей Наточки. Это ей, значит, 36 лет. А племяннику, племянник, наверное, лет 30, может быть, 29. Вот так вот. Хорошие выросли дети, хотя росли без мамы. Мама ушла из жизни рано. Мальчику, мальчик еще в школу не ходил. А девочке, наверное, было, ну, она, если на 6 или на 4 года разница, точно не знаю. Ну, ей было лет 10, наверное. А мальчику лет 5, вот так скажем. Вот. То я всегда, когда ехала, она вышла замуж, у нее сейчас двое деток. Вот. Я всегда возила подарки для ее детей. Именно для детей. И потом еще, когда родился ребенок у ее брата, когда брат уже женился, я тоже возила. Знаете, такие вот у нас в Финляндии, когда мама уже стала на учет по беременности, спрашивают, вы хотите вот этот набор для детей, бокс вот этот полностью, или вы хотите деньги? То в основном все берут этот бокс. В этом боксе одежда до года ребенка. Там и бодики, там и кофточки, там и бутылочки, там и покрывалки, и одеялки, и комбинзоны теплые, и осенние. Там огромный бокс, такой, скажем, килограмм на 15 полностью этот самый заложен вещами. И дело в том, что в этом боксе этот бокс может служить, как первой кроваткой для ребенка. Он так вот открывается, вот, и там такие ручки, и потом туда матрас еще специальный, ну, там уже был положен матрас, и там можно ребенка ложить спать. Вот, где-то даже месяцев до трех, до четырех, ну, пока кроватку не купишь. Так вот, я часто покупала такие вот комбинзоны, они продавались абсолютно новые, вот, ну, написано, что это из бокса, вот. И такие комбинзончики я покупала и вот возила всем в подарки. Вот, тогда возила подарки, потому что ездила поездом, а потом перестала я возить подарки, потому что, сами понимаете, самолетом, и потом это дело неблагодарное. Сколько не вози, все почему-то считают, если ты живешь за границей, значит, ты обязан. А сейчас такое время, что никто никому не обязан. Сами вы прекрасно это понимаете. Ну, вот, давайте я прервусь. Сейчас буду собираться уже без двадцати, без двадцати одиннадцати. Сейчас соберусь. Жарко я сниму эту кофту, это я так одела, чтобы вам это самое поснимать. Одену какую-то полевчих футболку и такие, ну, бриджи такие, вот. Единственное, что я не хожу в босоножках, потому что, ну, удобнее гулять в таких, в тряпашных таких. Типа кедиков, вот. И обязательно на голову шляпку. Шляпку, очки, аст, солнце, и пойдем. Водички взять надо. Ну, в общем, все это положено. Так что давайте, пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Вы не подумайте, я сказала насчет посылки, что мне было бы приятно получить посылку. Да, мне было бы приятно получить посылку. Но это не значит, что я вам всем говорю, дорогие мои, высылайте мне посылку. Ну, если кто-то и захочет выслать, я буду очень благодарна. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok